Россия открыла международное направление. С начала августа жители нашей страны могут отправиться в Швейцарию и Абхазию, Великобританию, Танзанию и Турцию. Но особым спросом этим летом пользуется внутренний туризм. И совсем скоро путешествия по России станут еще доступнее. Государство будет выплачивать кэшбэк тем, кто приобретет туры по нашей стране с 15 августа по 20 декабря 2020 года. Сумма возврата зависит непосредственно от стоимости тура. Туристу вернется 5000 рублей за туры стоимости от 25 до 50 тысяч рублей. 10 тысяч возврат составит за те туры, которые стоят от 50 до 75 тысяч рублей. Ну и 15 тысяч рублей получат те граждане нашей страны, которые приобретут туры стоимостью от 75 тысяч рублей. Вовлечены в эту программу будут все российские регионы. Уже сейчас к сервису подключились более 1000 туроператоров и 2500 гостиниц. Несколько кузбасских туроператоров также вошли в число участников программы. Проявили интерес ряд гостиниц и отелей. К слову, для участия в программе кэшбэка допускаются только те, кто прошел государственную классификацию. Но для туристов предусмотрены ряд условий. Продолжительность поездки при этом должна быть не менее 5 дней, но приветствуются межрегиональные маршруты. Деньги будут автоматически начисляться на карточку МИР в срок до 5 дней. То есть выплату получит непосредственно турист. Те, у кого нет карточек МИР, смогут быстро и совершенно бесплатно оформить их для покупки тура. В программе примут участие все регионы нашей страны от Калининграда до Владивостока. Поездки при этом в часть регионов, например, Крым и Краснодарский край, которые, понятно, пользуются повышенным спросом в августе, будут доступны со скидкой, начиная с 1 октября. Программа стартует уже в ближайшее время. По предварительной информации, окно продаж таких туров с кэшбэком будет небольшим около недели. А значит, приобрести путевку нужно успеть. И, кстати, купить можно как пакетный тур, который включает перелеты проживания, так и только проживание, если турист добирается на своем автомобиле. Но все это жителям и туроператорам Кузбасса может особо и не пригодиться, если на границах Кемеровской области останутся антикоронавирусные кордоны. Галина Ильина, Ленинск ТВ